Всем привет, вы на канале XDelayed. 13 августа в 20.00 по московскому времени начался закрытый бета-тест Diablo 2 Resurrected, выход который состоится уже 23 сентября. Нам удалось протестировать две версии ремастера классической игры, версию для ПК и версию для PlayStation 4. Сегодня мы постараемся рассказать вам об особенностях игры на каждой из этих платформ. Ну а прежде чем начнем, напоминаем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в поддержку этого ролика. Чем больше активности, тем чаще будут выходить подобные видео с ранними обзорами и превью. Ну что ж, свое рассмотрение мы начнем с версии для PlayStation 4. Ну а перед этим скажем о вполне ожидаемой проблеме, с которой столкнулись игроки на всех платформах. В первые часы бета-теста было невозможно попасть в игру. Вероятно, это связано с огромным наплывом игроков, чего серверы Diablo, конечно же, не выдержали. Впрочем, уже ближе к утру эта неполадка была исправлена. Также стоит отметить, что в бета-версии было доступно пять классов персонажей, за исключением некроманта и убийцы, а также была возможность пройти первые два акта. И что же нас ждало на PlayStation 4? Для пущего хардкора игра тестировалась не на Pro-версии консоли, а на Slim'ке. Это, если что, не самая мощная консоль. При первом запуске Diablo 2 слегка тормозила и изредка были видны небольшие подвисания. Также графические артефакты вроде пустых локаций. Но уже после устранения неполадок на серверах, игра стала идти более плавно. Также стоит заметить, что при переходе на другие локации, она продолжает немного подтормаживать. Это, конечно, вызывает дискомфорт, но проблема уходит довольно быстро. Надеемся, что на релизе такого уже не будет. Также при использовании порталов загрузка длится куда дольше, нежели это было в классической версии на ПК. Возможно, дело в том, что игра тестируется в сетевом режиме. На релизе, естественно, будет доступен и офлайн-режим. Но пока от мультиплеера мы далеко не ушли, скажем пару слов и о нем. Он работает точно так же, как и в классической версии Diablo 2. Проблем с подключением других игроков на бета-тесте обнаружено не было. Лишь единожды один из подключившихся вылетел из игры. Но в целом подключение было стабильным. Ну а теперь перейдем к самому главному, к особенностям управления на PlayStation 4. Любую способность персонажа можно закрепить на одной из шести клавиш геймпада. Однако, если зажать L2, то будет доступен, если так можно выразиться, второй слой способностей, куда довольно удобно добавлять способности вроде призыва существ, аур паладина или же использования свитка возвращения. То есть те навыки, которые используются вами не постоянно, а лишь изредка. Таким образом, в арсенале у вас может быть сразу 12 навыков. Что же касается зелий маны, исцеления и восстановления, то их использование назначено на крестовину. При атаке существ используется автоприцел, а их шкала жизни выведена непосредственно над ними. Названия всего выпадающего лута также автоматически загораются на некоторое время. То же касается и подбора золота. В новой версии не нужно на каждую кучку монет нажимать отдельно. И вроде как в консольной версии эта функция не отключается. В общем, ставь лайк, если рад, что теперь в башне графини не придется торчать лишних полчаса. Если говорить в целом, разработчикам удалось сделать весьма удобное управление в консольной версии Diablo 2 Resurrected. Но все это справедливо до тех пор, пока мы не заходим в инвентарь. Какое-то время к нему определенно придется привыкать. Дело в том, что продажа предметов теперь будет происходить несколько дольше, так как для этого вам придется держать одну из кнопок. К тому же, наводить курсор на каждый из предметов не так удобно и быстро, как это происходит на ПК-версии с помощью мышки. Конечно, можно использовать и крестовину, но это также вызывает небольшой дискомфорт. Кроме того, наводить порядок в сундуке и инвентаре в консольной версии – довольно болезненный процесс. Проблема кроется все в том же курсоре. Безусловно, разница минимальна, но те, кто играл в классическую версию, на своем опыте поймут, в чем выражается это неудобство. Хорошо, что имеется сортировка предметов, но это спасает лишь в инвентаре. В сундуке вы наверняка сортируете драгоценные камни по виду, чтобы потом их было проще преобразовывать в кубе, а автосортировка просто смешивает их в общую кучу. Но это лишь небольшие проблемы управления, которые были просто неизбежны в консольной версии. К тому же, к нему привыкаешь весьма быстро, и все они сходят на нет. Кстати, игра также автоматически может добавить все зелья к вам на пояс. Мы лишь хотим сказать, что разработчики сделали максимально удобное управление, которое только можно было там сделать. Во время исследования мира и сражений, оно возможно даже в чем-то лучше классической версии игры. Вопрос тут лишь в субъективном удобстве каждого из игроков. А скорее всего, обязательно будут те, кто выберет версию Diablo 2 Resurrected для консолей. Ну а прежде чем мы перейдем к ПК-версии, скажем об общих впечатлениях от Diablo 2 Resurrected. Когда вы в нее играете, создается ощущение, будто бы и не было всех этих 20 лет. Мы получили Diablo ровно в том виде, который и был в день ее выхода, только в великолепной обновленной обертке. Большего, собственно, для нее и не требовалось. Благодаря свежей графике, многие объекты и существа, знакомые с детства, раскрылись с другой стороны и стали более проработанными в плане дизайна, что, несомненно, дарит новые, но знакомые эмоции. Тоже можно сказать и про обновленные синематики. Они смотрятся невероятно свежо и раскрывают уже известные нам образы с других сторон. Кстати, игра полностью переведена на русский. Название и озвучка, конечно, смотрятся слегка непривычно, но это только в первые полчаса. Отдельного лайка заслуживает классический шрифт Diablo, с которым игра смотрится невероятно аутентично. Пережитый нами опыт от игры в Diablo 2 Resurrect это писать довольно трудно. Во многом его смогут испытать лишь те, для кого Diablo 2 – это не пустой звук, а игра детства или же молодости. Близкие сердцу мелодии, изученные наизусть локации, но уже в обновленном виде, и боссы, встречи с которыми всегда незабываемы. В какой-то момент даже не верится, что мы наконец дождались обновленной версии Diablo 2. Всегда ждешь какого-либо подвоха, особенно после Reforged, но все же кажется, это свершилось. Однако, несмотря на всю ностальгическую силу переиздания, новые игроки также смогут получить истинное удовольствие от игры в культовый проект. Проект, который уже совсем скоро предстанет перед нами в своем наилучшем виде. Пережитый опыт можно описать только одной фразой. Нет слов, одни эмоции. Блин, все это звучит как реклама, честное слово. Но вокруг Blizzard так много плохого сейчас происходит. Серьезно, Diablo 2 Resurrected это просто отдушина. Но что же там все-таки с ПК-версией? Давайте узнаем. Ох, нет слов, одни эмоции. Это довольно удачная фраза, чтобы описать наши впечатления от первых часов десяти бета-тестирования на ПК. Садишься, значит, в восемь вечера наконец-то поиграть, хоть и на бете, но в одну из любимейших игр детства. Заходишь в нее раза с пятого, быстренько зачищаешь первое логово нечисти и отправляешься на погост, чтобы сразиться с кровавым вороном. Радостно залетаешь на арену, немного получаешь по лицу, а потом все мобы, в том числе и сам босс начинают идти на одном месте. И ты, давно знакомый с играми Blizzard, сразу понимаешь, что тут что-то не так. А потом, через пару минут, игра крашится и зайти на сервера становится невозможно вплоть до шести утра. Причем ошибки каждый раз новые. Проверьте свое соединение с интернетом. Или даже лучше, ваш персонаж уже в игре, поэтому в игру войти нельзя. Как вы уже догадались, первая ночь в Diablo 2 Resurrected прошла у нас просто великолепно. На самом деле, технические проблемы в этой версии не ограничились нестабильной работой серверов на старте беты. Даже на следующее утро, когда проблемы со входом в игру были устранены и мы предприняли еще одну попытку поиграть, состояние Diablo 2 было сложно назвать стабильным. Самая первая ошибка, которую мы встретили при повторном логине, оказалась, наверное, самой неприятной. Весь прогресс, который мы успели наиграть за прошлую сессию, просто стерся. Повезло, что хоть слишком далеко зайти не успели, было бы гораздо обиднее. Кроме этого, за всю последующую игровую сессию мы встретили довольно много других багов, которые, судя по всему, тоже возникли из-за довольно плачевного состояния серверов игры. Удары, которые могли не регистрироваться в прямом ближнем бою, но проходить тогда, когда противник уже явно находится вне зоны их действия. Все эти проблемы вы могли встретить, если тоже играли в Resurrected после поднятия серверов. Ну и мало было проблем вечером, на этот раз наша игровая сессия тоже завершилась крашем. Сначала игра начала очень сильно проседать по фпс прямо в лагере разбойников при заходе в инвентарь, а потом просто схлопнулась с ошибкой. И да, это все еще бета, и до релиза остается около полутора месяцев, но сложилось впечатление, что онлайн-версия Diablo 2 Resurrected просто не работает как надо. Может проблемы в сетевом коде, может в самих серверах, но будем надеяться, что Blizzard поднажмут и выпустят игру в лучшем виде. Да и на релизе у нас должен быть и оффлайн-режим, где всех вышезвучных проблем быть не должно. Но есть в технической части и одно достоинство. Загрузки, в отличие от консольной версии, занимали, кажется, менее секунды, что даже меньше, чем было в оригинале. Но стоит учитывать, что игра была установлена на SSD. Ну и давайте, наконец, абстрагируемся от технических проблем и посмотрим, что из себя представляет сама игра. Тут мое мнение полностью сходится с мнением моего консольного коллеги. Diablo 2 Resurrected чувствуется так же, как чувствовалась оригинальная Diablo 2 20 с хвостиком лет назад. Незадолго до анонса ремейка, будучи на больничном, я пытался поиграть в оригинальную двойку и как-то не получилось. Все-таки игра успела устареть и ощущалась не так хорошо. Ремейк же подарил мне те самые ощущения, которые я получала Diablo 2, будучи еще школьником. Более того, вы в любой момент можете понажать и одной кнопки вернуться в далекое прошлое. Функция работает очень круто, и даже обновленная музыка изменяется на старый пожатый саундтрек оригинала. Катсцены тоже не отстают, ведь их не просто заапскейлили, а полностью переделали. Это именно то, чего многие ждали, но так и не дождались от Warcraft 3 Reforged. Вообще, если проводить параллель с консольной версией, то я как настоящий ПК-боярин, все же выбрал бы ПК. Сетевые ошибки у всех одинаковые, а тут и загрузки побыстрее, и управление все же удобнее. Хотя, если вы обладатель свежей консоли, то скорость загрузок для вас не важна. А если привыкнуть к управлению для вас дело быстрое и в целом наживное, то не вижу никаких проблем в том, чтобы взять себе консольную версию, прилечь на диванчик, набрать всякого вкусного и отправиться в путешествие в далекое детство. В целом, обе версии плюс-минус одинаковы, так что если вы вдруг мучились, пытаясь выбрать подходящую именно для вас, то опирайтесь исключительно на собственные удобства. По итогу, Diablo 2 Resurrected это отличный повод для всех фанатов оригинальной Diablo 2 вспомнить молодость и при этом не словить инсульт жопы, как это в свое время сделали фанаты Warcraft 3. Игра выглядит прекрасно, а играется и того лучше. Да и Lord of Destruction идет в комплекте, так что вы, по сути, получаете полные версии и оригинала, и ремейка. Правда, смущает лишь несколько вещей. До релиза осталось не так уж и много, а сетевая часть явно хромает на обе ноги. Некроманта с Ассасином нам так и не дали пощупать, что тоже довольно странно. Уж не допиливают ли их в последний момент? Ну и я не удивлюсь, если многие, как и я, хотели бы, чтобы игру в классическом режиме подтянули под актуальное разрешение экрана. Возможность свободно переключаться между версиями, конечно, очень хороша, но хотелось бы в оригинал поиграть не в 4 на 3. А с этой задачей даже энтузиасты справились. Ну что ж, а на этом у нас все. Бета-тестирование скоро подойдет к концу, и нам останется лишь дождаться 24 сентября, чтобы наконец узнать, получился ли у Blizzard достойный ремейк нетленной классики. Делитесь в комментариях своими мыслями об эти и о том, будете ли вы вообще играть в Diablo 2 Resurrected на релизе. Не забудьте позвонить в колокол и поставить этому видео лайк, это поможет ему не утонуть в море рекомендаций. А с вами мы еще увидимся на выжженных демоническим пламенем просторах Санктуария.